Нынешняя весна войдет в историю как одна из самых капризных. Погода, едва порадовав белорусов настоящим майским теплом, вновь испортит всем настроение. Резкое похолодание начинается в понедельник, ночью местами мороз и даже днем. Кое-где синоптики обещают мокрый снег. Все это, конечно, добавляет хлопот аграриям, ведь, как известно, весенний день год кормит. Александр Добрян на неделю отправился в разные регионы страны. О том, что Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, было сказано не раз. Спорить с этим тезисом бесполезно, его каждый год подтверждает природа. Однако нынешняя весна особенная, она показала, что на такой небольшой территории, как Беларусь, у аграриев в разных регионах могут быть диаметрально противоположные риски. На юг Беларуси весеннее солнце в этом году пришло на пару недель раньше обычного. Снег сошел стремительно и аграрии вышли в поле. 14 марта уже сеяли первые ранние яровые культуры. Дальше больше мы закончили рано, очень рано закончили яровые сеять, перешли на посел кукурузы. Сеять быстро в условиях юго-востока Беларуси, где, как известно, появилась, по сути, новая климатическая зона, мера вынужденная. Есть районы, где влага из земли уходит буквально на глазах. Бывает пыль такая, видимости нет, останавливаешься, ждешь, пока пыль осядет и продолжаешь сеять дальше. Для Сергея Куриленко это пассивная первая в жизни. Дебют выдался не просто пыльным. Сеять кукурузу приходится чуть ли не на ощупь. С конца марта на этих полях не выпало ни капли дождя. Но здесь уверяют, без урожая не останутся. К такому вовороту событий мы уже давно готовы. Это уже четвертая весна. У нас три года подряд сушило, сушило и сушило. Вот потому за эти три года мы перешли на упор на озимый клин. Безотвальная обработка почвы, подкормки, подбор культур, ставка на озимые и засухоустойчивую кукурузу. Вот он уже привычный рецепт успеха в условиях тотального безводия. В то время, как на юго-востоке страны иссушенная земля ждала дождей, на западе Беларуси эти самые дожди неделями не давали войти технике в поле. На данный момент находится на сахарной свекле, которая была пассена 7 апреля. Ну, сходы есть. Конечно, холодная и затяжная весна сделала свою нехорошую такую работу. Эдуард Каплич – еще один дебютант в пассивной. Опытный аграрий эту непростую пассивную впервые провел в должности главного агронома. Холодная и дождливая весна – достойное испытания знаний. Агроном не должен сетовать на погодные условия, но, к сожалению, так или иначе, эти коррективы вносятся в пруды. И каждая пассивная – это своеобразная пассивная. Таких шаблонов никаких нет. Несмотря ни на что, в хозяйстве сев окончен. На соседнем поле радует глаз зелень дружных всходов. Горох посеяли еще в конце марта. Ну, посевы дружные, фаза хорошая, равномерные. Ну, конечно, помучились они пока взошли. В основном отрасль растеневодства у нас направлена на то, чтобы обеспечить достатки и качественным кормом отрасли животноводства. Если затяжны, апрельские заморозки задержали даже южан, что говорить о северных районах страны. Михаил Булатов сегодня заглушит трактор только поздним вечером. Вот уже несколько дней он пытается взять реванш за вынужденные апрельские простои. Да, пока не с темней будем работать. Что сделаешь? Надо к погодам хоть что-нибудь посеять. Эту весну хлеборобы Витебской области запомнят надолго. Снега, морозы, проливные дожди. Не было разве что цунами. Дожди, дожди, дожди. Заморозки ночью. Очень тяжело. Стараемся, дергаемся. Два района самой северной Белорусской области уже завершили сев. Если не случится форс-мажор, за 10 дней могут справиться и все остальные. Проблемы в зоне рискованного земледелия в этом году оказались у каждого свои. Но результат и на севере, и на юге в итоге ожидают один. Достойный урожай. В успехе уверен и Григорий Шпаков. Личность легендарная. Своим хозяйством он руководит без малого полвека. Бывали, конечно, климатические условия разные. Были другие условия. Но главное, надо, чтобы любой специалист, любой руководитель нацеливал коллектив в любой обстановке получить нужный результат. Раннее, затяжное, дождливое, засушливое, морозное. Для каждого эта весна своя, неповторимая. Общее же то, что за время съемок этого сюжета ни разу не прозвучало словосочетание капризы природы. Никаких капризов. Только конкретные задачи и четкое соблюдение технологий для лучшего результата. Александр Добриян, Виталий Распопов, Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, Галина Буро и Анатолий Бояринцев. На неделе о такой разной посевной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова